В прошлом видеоролике мы рассмотрели вулканические и гипобесальные горные породы. Сейчас мы поговорим о согласно залегающих интрузивных телах. Значит, первое. Согласные интрузивные тела. Первый вид согласных тел это у нас сил. Что такое сил? Вот у нас показаны рисуночки. Это вот черное, это у нас сила. Это значит, сила это платообразное интрузивное тело. Видите, он как пласт. Он прям вновляется в пласт и как будто такое у него строение, как у пласта. Это платообразное интрузивное тело, расположенное в горизонтально залегающих или слабо дислоцированных толщах. В силах у нас различаются верхние и нижние поверхности. Это кровля и подошва. Точно так же, как и в пластах. У нас есть кровля, есть подошва. И точно так же, в отличие от пластов, у нас есть приводной канал. Такая вот маленькая дайка. Видите, вот эти вот каналы, через которые получается магма у нас поступает более выше, высокий горизонт. Точно оно не образовалось вот здесь просто. Оно, получается, поступает снизу, внедряется в этот пласт. Снова по ослабленным каким-то подтрещинам стекает сюда, выше поднимается и затвердевает еще выше. Ну и так далее. Кровля и подошва на значительных расстояниях параллельны. Потому что имеет как бы платообразное строение. Мощность этих тел меняется от метра до десятков и даже до сотен метров. Как правило, силы слагаются основными породами. Но встречаются интрузивные залежи и другого состава. Например, кислого. Следующая форма залегания интрузивного тела это лаполит. Она у нас стоит в сумочке, показана красным цветом. Лаполит. Это крупное, по размерам, чашеобразное интрузивное тело. Опущенное в центре. Видите, как чашечка. Обычно лаполиты имеют очень большую мощность. Сотни и даже тысячи метров. Как правило, слагаются также основными породами. С подчиненным количеством ультраосновных. А также кислых пород. Следующая форма интрузивного тела это у нас лаколит. Лаполит имеет плоское, почти горизонтальное основание и куполообразную, приподнятую кровью. То есть, эта форма, она противоположна лаполиту. Да, если мы говорили, что лаполит у нас как чашечка, выгнутый в эту сторону. То лаколит у нас наоборот. Здесь у нас ровное основание. И он у нас получается, имеет вот такой вот купол. По размерам они у нас обычно имеют диаметр от нескольких сот метров до первых километров. Достаточно крупные интрузивные тела. Значит, по форме они у нас бывают симметричные и асимметричные. Лаколиты. Точно так же, смотрите, к ним есть какой-то подводящий канал. Так, следующая форма интрузивного тела это фоколит. Это линзовидное интрузивное тело, залегающее в ядрах антиклинальных складок. Здесь у нас они показаны красным цветом. Вот у нас антиклинальные складки. И в ядре этой складки у нас залегает интрузивное тело, которое называется фоколит. Значит, образование этих бескорневых интрузивных тел происходит одновременно со складчатостью. Обратите внимание, бескорневых, нету подводящих потоков. Фоколиты слагаются кислыми породами, встречаются реже остальных интрузивных тел. Удачно редко встречаются. Так, следующий класс это у нас несогласные интрузивные тела. Смотрите, согласные интрузивные тела, они все как бы в пластах. Они идут как бы параллельно пластам, что сил, сил вообще как будто пласт. А локолит тоже идет по пластам, видите? Ну, если не смотреть на подводящий канал, да? Тоже он как бы форму пласта имеет. Точно так же и здесь локолит. Можно сказать, что имеет форму пласта. Ну, и фоколит вообще внедряется как в ядро складки. На этом мы закончили рассматривать согласно залегающие интрузивные тела. В следующем видеоролике мы поговорим о несогласно залегающих интрузивных телах.